Самый внимательный зритель фильма «Бергмана» — это сам Бергман. Вот в книге «Картины» он как раз говорит о том, что спустя много лет, когда он пересматривал «Молчание», я цитирую, «я вынужден признать, что 2-3 эпизода страдают излишней литературностью. В первую очередь это касается сцены выяснения отношений между сестрами. Заключительный, чуть испуганный диалог между Анной и Эстер точно не нужен. В остальном у меня претензий нет. Я замечаю кое-какие детали, которые можно было бы снять лучше, имеемые больше денег и времени, какие-то уличные сцены, эпизоды варьете и так далее. Но мы приложили максимум стараний, чтобы сделать эти сцены понятными. Иногда отсутствие лишних денег оказывается преимуществом. Изобразительная стилистика, как в зеркале и при части, отличается сдержанностью, чтобы не сказать целомудрием. Американский прокатчик с отчаянием в голосе спросил меня, «Ингмар, почему ваша камера больше не движется?» Но в «Молчании» мы со Свеном, Ньюквистом, оператором фильма, решили пуститься в безудержный разврат. В картине есть кинематографическое вожделение, которое и по сию пору доставляет мне радость. Работать над «Молчанием» было безумно весело. Но вот среди разных других видов вожделения, которые в этом фильме есть, такое зрительное вожделение тоже очень важно. Но начнем мы, наверное, с названия. Вы слышали название города, которое здесь в середине картины все-таки дается, а в остальном непонятный язык, непонятный город, непонятно, что в нем происходит, какие-то танки ночью на площади, улицах города. И поэтому вот все это так и должно быть непонятно. И первое название фильма, которое Бергман задумал, должно было быть «Тимока». Это слово, которое он увидел на обложке эстонской книжки, книжки на эстонском языке, значение которого он не узнал сначала, а потом узнал принадлежащее палачу. Ну, в действительности это значение не должно расшифровываться, просто такое кодовое, как абракадабра. Помните, как заколовок газеты? Название самой газеты абракадабры, которые понимать необязательно. Вот когда я здесь увидел совершенно линчевского старика, коридорного, у Линча много таких стариков, если вы помните, в «Твин Пикси», например, в «Диких сердцем». Вот я подумал, какая еще очередная парадоксальная связь. Бывает в кинематографе, что что-то украдено вперед. Ну вот бывает, что очень близка метода режиссеров, несмотря на то, что они стилистически совершенно не похожи друг на друга. Можно провести такую удивительную параллель. Если Линч снимает фильм о неповторимом, в моей интерпретации скромной, то «Бергман о невыразимом». И вот это вот невыразимое название, непонятный язык, кодовые всякие непонятные, не расшифровывающиеся, как бы языковые формы, диалоги без диалога, псевдокоммуникации, коммуникации с полным отсутствием какого-то обратного адреса. Вот это как раз для Бергмана, наверное, в этом фильме самое основное. Поэтому он называется «Молчание» все-таки, а не Тимока. Это фильм о молчании не только Бога, молчании другого, молчании всякого адреса нашего обращения. Ну вот совершенно понятно, что этот фильм об отчуждении, о некоммуникабельности, о том, о чем делает фильм Антониони раз, другой, третий. И можно было бы его определить как своеобразный апофатический кинематограф. То есть здесь высказывается, показывается удивительным образом то, что показать и высказать все равно нельзя. И это самое странное и непонятное у Бергмана. Ну помните, это история, о которой мы часто вспоминаем, что личная реакция на Бергмана у всех одна и та же. Как он это знает, каким образом? Как он закопался в мой мозг, как он проник в мои сны. Он ведь свои сны экранизировал, так или иначе, я их упоминал. Или истории своего детства, когда он тоже убегал, и где-то там в кинотеатре видел удивительные картины, не только на экране, но и в зале. Поэтому за несколько эр и можно было получить такой билет, пропуск во взрослую жизнь. И все это на грани риска, на грани какого-то со стороны взрослых наказания. Поэтому история маленького мальчика, это, конечно, история Бергмана, который воспринимает фильм взрослых, лучше сказать, мир взрослых, как такой мир лилипутов и великанов, как мир совершенно непонятных реалий, которые невозможно никак просто означающим наградить необходимым. Но вот можно было бы вспомнить знаменитый анекдот, который словой наш Жижик рассказывает. По-моему, самый веселый анекдот, который я читал в «Устах философа». Анекдот под названием «Мама есть только одна». Знаете, рассказываю очень кратко. В школе сдают сочинение, название следующее «Мама есть только одна». Все дети пишут о том, какие у них неповторимые, ни на что нет другое, непохожие мамы. И только один ребенок пишет следующее. Название «Мама есть только одна». Однажды, когда нас раньше отпустили с уроков, заболела учительница, я пришел домой и застал маму в постели, голой, с каким-то голым незнакомым мужчиной. Но она закричала мне, что ты здесь стоишь как дурак, ну-ка иди быстро на кухню, открой холодильник и принеси две бутылки пива. Я пошел на кухню, открыл холодильник и кричу оттуда, «Мама, есть только одна». Это анекдот в интерпретации славой Ажижика о загадке женского желания. И причем о загадке женского желания, как в вот таком тоже вечном литературном сюжете. Вспомните историю Гамлета. Что было нужно королеве, его матери? Зачем она поменяла полное средоточие всех благородных качеств его отца, своего мужа на этого ничтожного Клавдия? Вот в чем секрет этого загадочного избытка женского желания? Ну и здесь героиня, которая постоянно с избытком желания справиться не может, и поэтому всякий раз она уходит такие загулы. И маленький мальчик, который уже что-то начинает понимать, тоже он находится в поиске, как в этом анекдоте, означающего, которым можно было бы ее поведение, ее непонятные странности наградить, закрыть. А нет. Бутылка этого анекдоте только одна. Условно для голого мужчины. А вот для матери нет. Это зияющая такая проблема. Зияющая первосцена. Ну вот об этом в том числе фильм, о том, что когда смотришь на вещи глазами ребенка или глазами человека, который не в теме, не в системе вот этих кодировок, означающих, тогда все выглядит очень странно, но, возможно, единственно правдоподобно. Потому что отношения с другим человеком, они и строятся на отчуждении, на непонимании. Вот помните, сколько здесь таких псевдокоммуникаций. Что это за музыка? Это музыка. Себастьян Бах и Аганн Себастьян Бах. Очень глубокомысленные диалоги, которые ничего не поясняют. И ни в других даже важных сценах объяснений тоже ничего, тем не менее, не дают. И поэтому такая результирующая фраза, которую выдает Эстера, она, наверное, могла бы быть эпиграфом к этому фильму. Как хорошо, что мы не понимаем друг друга. Вот, наверное, самое важное, что можно из этого фильма вынести. И как плохо, когда мы понимаем друг друга, потому что тогда вот в такой атмосфере близости с другим, принудительной близости, это ведь сестры, нет ничего более ужасного, чем родственные отношения, особенно, знаете, в коммунальном таком формате, несколько поколений в одной квартире, вспомните, если вы это переживали. И поэтому это все превращается очень быстро в ад. Ну и, естественно, что в такой духоте остаться в нормальных чувствах невозможно. Поэтому встреча с другим, и встреча вот с таким другим, от которого делать невозможно, о котором даже так начинаешь мечтать, как бы он лучше бы умер, ну вот она, конечно, является настоящей травмой, избавиться от которой невозможно. Поэтому другой возвращает нам наши слова, не понимая, не принимая их. Единственное, что он может нам вернуть, на вот таком более-менее результативном обмене, это взгляд. И в этом тоже еще одна история, и одна очень важная тема фильма. Женщина, конечно же, как объект желания, вожделения всех мужчин. Помните, в одной из уличных сцен, вот она выглядит, как такое светлое пятно на фоне мужских силуэтов. Она привлекает взгляды и возвращает эти взгляды. Вот как часто бывает в американских фильмах, он зашел в бар, она сидит за стойкой, они просто быстро, бегло бросают друг на друга взгляд, а дальше уже вместе где-то занимаются сексом. Не нужно никаких слов. Другой воспринимает коммуникацию взглядов. Здесь очень много таких невербальных коммуникаций. Обратили внимание, скажем, с лилипутами, когда не надо знать вообще язык, или со стариком, когда, опять-таки, что там говорит старик, маленькому мальчику, совершенно непонятно, да и не нужно. Вот он просто наводит свой пистолет, лилипуты падают, этого достаточно для того, чтобы иметь коммуникацию. И поэтому здесь такая псевдокоммуникация, невербальная коммуникация, а язык превращен в ритуал. Совершенно понятно, что этот незнакомый язык, это еще и такой язык тоже глазами человека вне системы договоренностей с другим. И поэтому, если не принимать, например, слова «участие», за чистосердечное участие, чего редко можно встретить, когда другой говорит нам «да все рассосется», «да не важно», помните эти обычные ритуальные коммуникации. На самом деле содержания у них нет, мы просто обмениваемся словами. И вот получается тогда, что у другого, с которым находится взаимоотношение любой герой этого фильма, и мальчик, и эстер, у этого другого всегда есть две стороны. Одна сторона — это сторона, которая тебя вовлекает в коммуникацию, вот такой обмен взглядами, обмен желаниями, улыбками, смайлами. И этот другой, он тоже выглядит как объект А, лакановский, как объект желания, притяжения всех этих желаний. Но другая сторона другого, но особенно у этой больной, конечно же, сестры, это вот такая внутренность другого, и не обязательно гниль, которая в ней есть, не обязательно ее рак, но вообще вот такая даже психологическая гниль, когда другой нас грузит, лечит, как это говорят. И вообще все, что есть в душе другого, это ненужное приложение к его телу. Поэтому другой состоит из этих двух половин. Объект А и, говоря словами Кристевой, объект. Такое ужасное, отталкивающее, тошнотворное, разочаровывающее, жуткое, что есть в другом. Вот возьмем такой феномен, о котором последние недели все говорят, даже не футболиста, жена футболиста. Жена футболиста состоит именно из этих двух сторон, грани. То есть в ней есть тело манекена, после всех процедур и, конечно же, всевозможных коррекций тела, как кажется, совершенная, наманикюренная физиономия, ну и все остальное проще, что делает ее похожей на любую другую жену, любого другого футболиста, абсолютно неотличимые друг от друга. Но внутри, вот в этой жене, конечно же, футболиста, если заглянуть в ее инстаграм, к сожалению, к ужасу, обнаружишь такую тупость и гниль, что предела ей кажется нет. И вот это вот такая типичная, совершенно матрешка, образ другого. Снаружи красиво, а внутри нечто тошнотворное, чужеродное и родное, близкое и далекое. Вот это какая-то дробь, которая в этой картине есть в каждом конкретном персонаже. Анна красавица, но в душе она жена футболиста и в душе тоже. И вот эта проблема, которую каждый из нас получает, как только сближается с другим, что другой в каком-то смысле должен быть на расстоянии. Вот лучше, правда, не общаться с ним посредством языка, лучше не слушать, чем он там тебя грузит. Лучше отражать его желание, отражать его взгляд, говорить ему ритуальные фразы. Ты меня любишь, да, я тебя люблю. Вот самый ритуальный обмен, который только существует в этом мире. Еще лучше вообще молчать. Он тебя спрашивает, ты молчишь. Нет текста, нет повода для ссоры. Вот в этом смысле можно сохранить с ним нормальное, хорошее человеческое отношение. Чем более глубоко ты западаешь в язык, когда ты вырастаешь, когда мальчик выучивает иностранные слова, когда ты начинаешь говорить со взрослыми на языке взрослых, тем страшнее, чем жуче, тем страшнее и жуче вообще вся реальность, которая нас окружает, кажется. И вот об этом, в том числе, фильм. Поэтому атрофируется речь, остается образ. В этом фильме очень много сцен иллюстрирует именно такую метаморфозу. Но это вот и логика фильма, и логика жизни. Но мы, в общем, продолжаем ту дискуссию, которую начали на Сарабанде. И, на мой взгляд, фильм как раз иллюстрирует тот тезис, что отношений на двоих вообще никогда не бывает. Вот я это тогда сказал. И, собственно, с какого бы раннего фильма мы не начали, мы вот думали, может быть, показать Лето с Моникой, может быть, показать Персону. Лето с Моникой еще лучше иллюстрирует, что никаких отношений на двоих не бывает. Это всегда втроем. И вот этот фильм «Молчание», который мы сегодня посмотрели, это предперсона такая. Потому что тот же самый мальчик, та же самая Биби Андерсон. Отношений на двоих никогда не бывает. И вот мы видим двух женщин, которые испытывают и взаимную ревность друг к другу, и взаимную любовь, и взаимную ненависть. Ну, как и любой симптом устроен. Да, они жалуются на него, но они необходимы друг другу, избавиться от него они не могут. И они делают так, что этот симптом никогда прорабатываться не будет. Она говорит о нем с людьми, которые язык не понимают. Она делает все для того, чтобы не избавляться от того, что ее мучит. и младшая сестра, конечно, она пытается показать, что она более сексуальна, более реализована, более успешна, более востребована, нежели героиня Биби Андерсон. И всю дорогу они выясняют, собственно, а что же является общим знаменателем, а что же они делят, кто третий в их отношениях. И все их диалоги, если вы обратите внимание, они об этом. А тот третий, которого мы делим, это наш отец, может быть. Об этом есть диалог. Не делят ли они своего отца? И что произошло после его смерти? А может быть, это мальчик. А был ли мальчик? Может быть, мальчика никакого и не было. И когда Эстер говорит, что она готова умереть, первая реплика ее какая? Она забрала мальчика, и их нет целый час. То есть, или мужчина, может быть, потому что одна подчеркнута сексуально, вторая подчеркнута фригидно. Вот всю дорогу они пытаются выяснить, кто же третий в их отношениях. Какой общий знаменатель который может структурировать их конфликт, который может как-то расставить знаки припинания в их отношениях. И трагедия именно в том, что они не могут его найти. Вот если бы там просто поле семейных отношений стало таким общим знаменателем, можно было бы прояснить, можно было бы проработать. Если бы сфера сексуальности стала таким, тоже можно было бы разобраться, можно было бы проговорить. Фертильность, деторождение, но в том-то и дело, что они не могут его найти, поэтому у них и не происходит столкновение, у них и не разрешается их конфликт. Вот я вам как практик, как психоаналитик могу сказать, если вы сформулировали конфликт, это уже первый шаг к его решению, они его не могут сформулировать, и вот в этом вся трагедия. Поэтому фильм называется «Молчание». Следующий будет «Персона», где это еще более невыносимо, потому что там одна из героинь действительно все время молчит, и тот же самый мальчик Йохан появляется. И, в общем, эта история невыносимого, непроговариваемого, и они даже тему-то не знают, нетематизированного молчания, она будет продолжаться еще лет, 20-25 в творчестве Ингмара Бергмана. Вот я, собственно, этот фильм увидел так и прочитал его следующим образом. Отношения всегда на троих, но этот третий не явлен, непонятен и не прописан, поэтому главные героини не могут даже сформулировать конфликт, который их раздирает, от этого он становится, я бы даже не сказал, невыносимым, а это нечто подвешенное, что действительно тревожит. То есть, они не могут даже высказаться по поводу него, ни то, что его решить. Вот, я, в общем, увидел так и прекрасно, что мы по-разному смотрим. Вячеслав Вячеславович проводит тему, что невыносимость двоих, а я Бергмана вижу, как невыносимость троих. Просто третьего никогда не дано. Анекдоту Жижик возвращаюсь, третьего не дано. Всего две бутылки пива, а хочется всегда третью, понимаете. Она могла бы быть точка соприкосновения, вот в том и дело. Они делят и непонятно, что делят. Обратите внимание на все их диалоги. Они говорят про отношения с отцом и, в общем, непонятно, что произошло после его смерти. Может быть, здесь мог бы быть конфликт, кого папа любит больше, например, но его нет. Он не проговорен, он не сформулирован. Они делят ребенка. Мы видим, что Анна как-то вот чрезмерно его присваивает, ласкает, как бы демонстративно это делает. Иди потри мне спинку, так, чтобы та видела и слышала. Мой ребенок, он при мне всегда. Ребенок это мои руки, ребенок это мое продолжение, это мое тело и подчеркнуто демонстрирует, что он мой. Вторая хочет умереть в тот момент, когда ее Йохана лишают, хотя, в общем, она тетя, непонятно, какие у нее там права и так дальше. То, что касается сексуальной сферы, вы тоже видели, да, одна подчеркнута сексуально, вторая подчеркнута фрегидно. И непонятно, в какой сфере они сталкиваются, непонятно, что они делят, но при этом понятно, что у них какой-то конфликт есть. И вот он молчалив. Поэтому фильм называется Молчание. Невысказанный конфликт, следовательно, невозможно решить. Х... 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 Продолжение следует...